Спасение утопающих. Сколько еще средств получат пострадавшие от паводка района края? Не так летаешь. Зачем в крае будут отстреливать ворон? Знай наших, как боец из Благовещенки попал на всемирный чемпионат. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Алтайский край направили дополнительные средства на ликвидацию последствий паводка. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщили на сайте правительства региона. Всего в регион поступит 84 миллиона 790 тысяч рублей. Средства пойдут на оказание помощи в связи с частичной и полной утратой имущества. Как сообщает официальный сайт правительства края, на оказание помощи пострадавшим уже направляли более 390 миллионов рублей. Напомним, сильные проливные дожди, прошедшие с 23 по 31 марта, привели к подтоплению многих территорий региона. А в некоторых районах паводок был сильнее, чем в рекордном 2014 году. На убитую региональную дорогу пожаловались жители Алтайского края, сообщает Политсибру. Говорят, что трасса между селами Мамонтово и Романово не выдерживает никакой критики. Подробнее не только об этом в обзоре материалов изданий Сибирской медиагруппы. Фотографии трассы до границы Родинского района жители выложили в социальные сети. На них видно, что дорога вся в выбоинах и ямах, а ездит по ней опасно. В убитом состоянии находится и обочина трассы. Комментарии в данном случае излишни, фото говорят лучше любых слов. В ближайшее время в крае начнут массово отстреливать серых ворон. Сбор их лапок организует Краевое государственное учреждение «Алтайприрода» в рамках контракта по регулированию численности этих птиц. За пару лапок серой вороны можно получить 23 рубля. Но заплатят лишь тем, кто оформит соответствующий договор и акт выполненных работ. Кстати, ворон, пишут корреспонденты бийского рабочего, отстреливают не просто так. Они разоряют гнезда, наносят вред птичьему миру. К тому же эти серые пернатые могут убить не только мыши или жука, но и терпящих бедствия голубей, а также маленьких зайчат и бельчат. И в завершение о малышах животного мира. Забавное видео сняли зоологи Барнаульского зоопарка, сообщает Комсомольская правда. Маленькие носухи начали самостоятельно выходить на прогулки. Они выбираются из домика, где живут вместе с мамой и с интересом изучают окружающий мир, а также играют друг с другом. Кстати, в нашем зоопарке обитают так называемые коати. От своих сородичей они отличаются длинным носом. В неволе носухи могут жить до 20 лет. Татьяна Голубева, Наши новости. Под Барнаулом сегодня вечером ограничат проезд всех видов транспорта. Это связано с плановым движением военных колонн. С 15.40 до 6.00 вечера перекрыта будет дорога Фирсова-Расказиха, а с половины десятого до 11.00 будет затруднено движение на дороге Фирсова-Бобровка-Лесное. Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей отнестись к ситуации с пониманием. Заведующую детским садом в Бийске обвиняют в хищении более 195 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд, сообщает Краевое управление МВД. По данным следствия, заведующая детским садом переводила 9 сотрудникам учреждения деньги за совмещение должностей. После этого она забирала все средства себе, поясняя, что деньги идут на работы для детского сада. Однако полицейские выяснили, что все было сделано за счет добровольных взносов родителей. За три с половиной года женщина получила больше 195 тысяч рублей. В ведомстве отмечают, что обвиняемая не признала свою вину и добровольно не погасила ущерб. Уголовное дело направили в суд. Главное, чтобы не комом. Боец из Благовещенского района дебютирует в одном из престижных турниров планеты. Алексей Кунченко вяжется в драку под эгидой самого влиятельного промоушена мира – UFC. Первым соперником нашего земляка станет бразилец Тиаго Алвес. Это бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Алвес последний раз выходил на ринг в феврале этого года. Тогда его поход за поясом чемпиона закончился нокаутом от соперника из США. Всего же в UFC на счету Тиаго 23 боя, 14 из которых он выиграл. У Алексея Кунченко статистика гораздо лучше. Наш богатырь Салтая только представьте, в 18 встречах не знает ни одного поражения. 13 из них закончились весьма печально для соперников нокаутом. Под новой эгидой UFC он еще не дрался. Теперь вот новый вызов. Бой Алексея Тиаго пройдет в Москве 15 сентября. Торжество балета, фокусники, бармен-шоу, розыгрыши, лотерея. Торгово-производственный комплекс Алтайского края отметил День торговли. Мед, фрукты и овощи, мясо, сыры, масло и все по низким ценам. В основном на прилавках товары собственного производства. Торгово-производственный комплекс Алтайского края совместно с администрацией Ленинского района провел ярмарку, посвященную Дню торговли. Несколько сотен покупателей ушли не только с покупками, но и с ценными подарками. Сегодня у нас первая ярмарка после долгого перерыва. Практически пять лет мы ее не проводили. Надеюсь, что эта ярмарка послужит отправной точкой для нового этапа развития нашего торгово-производственного комплекса. Хотелось бы, чтобы сегодня, наверное, все работники, все посетители могли подойти и уже, наверное, получить то эстетическое удовольствие, да, не только купив продукцию, но и наблюдая за нашими артистами. В следующий раз работники рынка организуют школьную ярмарку. Покупатели ждут доступные цены и широкий ассортимент. Рынок работает с девяти утра и до пяти вечера. В Крае переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный слабый. В Камнино-Обий днем около 22 градусов выше нуля, плюс 23 в Бийске, Белокурихе и Рубцовске, до 24 тепла в Алейске, в Бурнауле без осадков и до 22 солнечно. У меня на этом все новости. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова